Популяризация детского чтения, а также совместного чтения с родителями – вот цель программы «Читающий город», в рамках которой прошла литературно-познавательная игра «Литературная почта». Насколько славянским библиотекарям удалось заинтересовать юных славянцев, чтобы увидеть это, наша съемочная группа прибыла на место проведения игры. Как известно, в рамках летней кампании работает множество досуговых площадок для славянских школьников. Для них организуются игры, викторины, конкурсы и познавательные программы. И библиотечные работники не остаются в стороне. Литературно-познавательная игра «Литературная почта» была проведена в славянском детском парке. В ходе игры дети вспоминали любимых книжных героев, которые отправляли в книгах письма или послания. Затем сыграли в игру «Получи телеграмму», отгадывали, от какого персонажа в библиотеку пришла телеграмма. Маленькие читатели старались вспомнить, каким героям принадлежат вещи на картинках, пришедших в посылки. Мне очень нравится это мероприятие и мы вспоминали любимые книги. Я очень люблю читать книги детские о золотом петушке и золотой рыбке. Именно в детстве закладываются основы любви к чтению и художественной литературе. Главное это всемирно поддерживать и развивать. Мы проводим акцию «Читающий город» или литературные выходные, когда в течение пятницы, субботы мы выходим, работаем с детьми, их родителями. Например, мы выходим в парк, проводим здесь разные литературные викторины, конкурсы, разные игры активные. Чтобы привлечь детей немножко к чтению, в основном сказок, для чтения детей, конечно, лучше создавать базу на классической литературе. То есть это те сказки, на которых выросли и мы, и на которых вырастает современное маленькое поколение. Но, конечно, сейчас идет много современных авторов, которые пишут стихотворения, которые пишут рассказы, сказки, именно уже для детей, более адаптированные к новым реалиям жизни. И, соответственно, их тоже нужно включать, и мы тоже это активно делаем. А в заключение здесь сыграли в игру «Откуда письмо», в ходе которой отгадывали по вложенным в конверт картинкам, из какой книги пришло письмо и что в нем оказалось лишним. В рамках программы «Читающий город» состоялась и интересная игра стихи для взрослых и детей. Сотрудники детской библиотеки предложили славянской детворе вспомнить героев известных поэтических произведений, прикладывая карточку с именем персонажа к его изображению. Я люблю читать. Мой любимый автор – огния во рту. И вот одно из этих стихотворений. «Зайку бросила хозяйка», «Под дождем остался зайка», «Со скамейки слезть не мог», «Весь до ниточки промок». Каждый желающий смог попробовать свои силы в этой литературно-познавательной игре. Вслед за классиком хочется повторить. Любите книгу – источник знаний. И кроме того, в художественной литературе так много бесценных жизненных эмоций, наблюдений и открытий, способных обогатить юных читателей. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин